всех приветствую дорогие друзья это видео обзор на товар стеклорез масляный стартул профи специально для магазина 7745 данный стеклорез был выбран из трех видов стеклорезов на сайте стеклорез масляный роликовый и алмазный немного слов о масляном стеклорезе так он выглядит вживую запакован в коробочке комплектация сам стеклорез и пипеточка при помощи которой добавляется масло стеклорез при нажатии на стекло масло подается и рез становится более точным обратим внимание на конструкцию данного стеклореза на кончике мы увидим небольшой режущий ролик при нажатии на который открывается поршень и добавляется либо керосин либо специальное масло для резки на концовке стеклореза есть специальная пробочка которая откручивается и туда заправляется масло таким образом при нажатии капелька масла вытекает в рез тем самым делая его более точным и качественным далее давайте перенесемся непосредственно на поле действия данного стеклореза и посмотрим как он порежет стекло стеклорез будем использовать непосредственно для врезки стекла в эту дверь после переезда стекла не оказалось однако я заменил окна вчера и мне досталась такая рама поэтому мы освободим стекло подгоним по размерам и врежем его в кухонную дверь давайте далее освобождать стекло и его поедем нашим стекло и Продолжение следует... Для начала работы нам необходимо заправить наш стеклорез керосином либо резочным маслом. Мы будем использовать керосин-растворитель. Пипеткой, которая входит в комплекте, набираем керосин и заправляем в стеклорез. Я думаю, до кипятки для этого реза будет достаточно. Проверим. Он уже капает. И закрываем. Наш кончик уже мокненький. Убираем керосин. Далее с аккуратненьким нажатием делаем надрез. Слышал характерное. Такой золк, в принципе, и должен быть за хорошей преглой, за стекло режется. Можно останавливаться, но ни в коем случае нельзя резать два раза по одной борозде, так как это очень делает плохой рез. Залей с теклом будет плохо ломаться. Поэтому рез должен быть только один. В процессе резкости стекла данное стекло треснуло. Это, конечно, большой фейл. Однако мы можем видеть, что здесь действительно идеально ровно оно сломалось. Однако у нас есть еще одно стекло. И мы повторим данный рез на втором стекле. По нажатию сверхусилий не требуется делать. В принципе, и так режут. Судя по звуку, довольно-таки неплохо. Мы дошли до края стола, поэтому сейчас подтянем вперед. На весу резать нельзя. И прорежем до конца. Закончили. Где-то здесь. Так, давайте сейчас вытрем наш керосин. И обратим внимание, какой получился у нас резко качество. А в итоге мы должны иметь такую идеально ровную полосочку. Данный стеклорез действительно сделал хороший и качественный рез, который будет легко сломать. И заключительным шагом мы кладем стекло на край стола и ломаем как шоколадку. Давайте это сделаем. И усилием просто на дна мылаем стекло. Валя. И в результате мы без помощи сторонних мастеров вставили стекло, застеклили дверь. Данный стеклорез, считаю, очень недорог и функционален. Рекомендую каждому домашнему мастеру, чтобы он был в арсенале. Спасибо за внимание. Смотрите другие мои отзывы. И удачи!